Чтобы чайничек налить, мы привозим, простите меня, может быть стыдно, но я скажу, вот у меня муж едет и 20 бутылок вот такой воды привозит с колонок, которая находится на улице Мамонтово или на Фурманово. Проблемы с водой в Ганьбе на улицах Рябиново и Вишнево начались около трех лет назад. Из-за того, что сети промывают крайне редко, жидкость стала не только грязной, но и де-факто не питьевой, да и напор минимальный. Проблема в трубах. Обнаружили, что у нас труба на водопровод наложена узким маленьким диаметром, 50 наружный, ну, наверное, 47 внутренний. Я не специалист. Стали к нему обращаться. Он нам сказал, что, а вы что хотели, вы трубу сами ложили? Вроде как. В конце нулевых, когда улицы Рябиново и Вишнево появились в Ганьбе, сети проводили без ведома будущих жильцов. Они лишь отдали по 300 тысяч за эти работы. Поэтому про диаметр труб знать не могли. Вопросов не возникало, поскольку при застройке, к примеру, Вишневой, был заложен всего 21 участок. Сейчас их в два раза больше, поэтому напор в самых отдаленных домах улицы минимальный. Несмотря на то, что летом трубы своими силами чистили, проблема никуда не делась. В 2022 году жителям улицы Вишневая предлагалось заменить часть водопровода. Но вы отказались. В 2023 году неоднократно пытались собрать жителей улицы Вишневой, обсудить создавшиеся вопросы с подачей воды, с газопроводом. Но приходили 10-15 жителей, и те срывали собрание. Если жители улицы Вишневая примут решение о замене труб при сборе денежных средств, то правление ТСЖ будет искать организацию, которая проведет данные работы. Они не должны были предусмотреть трубы нужного диаметра. Потом, может быть, еще улицы, новые абоненты подключились и так далее. Они тоже все подключились не без ведома ТСЖ. Соответственно, это их, опять же, руками сделано, и эта ситуация илита рождена. Есть проблема и с водонапорной башней. Часто ломаются насосы, выкачивающие воду. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но этого сделать пока не удалось. Председатель, как сообщают жители, обвинил улицу в рейдерском захвате водонапорной башни и поставил вопрос о том, чтобы выгнать Вишневую из ТСЖ. Официальная причина – много должников. Хотя люди утверждают, что их не больше, чем на других улицах. И включил чудовищный вопрос на общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, ущемляя их права. Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался и, распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. На самом собрании, как сказали жители, этот вопрос не поднимался. Юрист же прокомментировал, что в его многолетней практике это первый подобный случай. И если улицу даже общим собранием исключат из ТСЖ, то критериям законности это вряд ли будет соответствовать. Если теоретически предположить, что улицу отрежут, то жители мало что потеряют. Доступ ко всем сетям сохранится. Разве что люди не смогут участвовать в формировании органов управления ТСЖ и в утверждении сметы. Чтобы добиться справедливости, жители Вишневой обратились в суд. Разбирательство по этому делу пройдет 27 февраля. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.